эй слышите меня там а ну-ка сейчас вот так вот и вот так вот вот так вот уже лучше чем здесь все собрались то все давно ждали влога декабрь и вот он наступил знаете что мы ждали вот этого поехали горячие гаджеты и новинки apple в самом дружелюбном магазине маков . нет подписчикам скидки для тех кто не в курсе то каждый декабрь вот уже получается на третий год подряд вроде где-то так я снимаю влоги каждый день это замечательная пора потому что это пора нового года это просто декабрь и это крутой месяц вот и в конце встречаем новый год с вами youtube я живу преимущественно с камерой показываю вам где мы что бываем и как бы передаю вам наверное свое настроение что-то буду делать правильно что-то буду делать неправильно но это мой выбор а вам предлагаю посмотреть на елочку вот видите даже елку уже собрали вот такие дела еще декабрь ты не наступил кстати решил вас нежданно порадовать и начать влога декабрь типа как минус два дня ну потому что они запозданием в один день будут выходить то есть примеру как осень число блин это не только число сегодня посмотрел сегодня 28 ноября вот и каждый день в декабре буду укладывать видосы возможно в декабре мы вот это все с вами поменяем возможно все будет зависит от того придет ли нужная вещь мне которая заказал в нете елочку нарядили еще позавчера потому что мы любим чтобы весь декабрь у нас было просто замечательное настроение и начали уже складывать подарки под елку но это всем нам родственникам друзьям все будет лежать у нас под елкой потом мы здесь будет вообще все 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 в подарках скажите а вы когда нажать елку кто-то может наряжать за пару дней до нового года кто-то за неделю кто-то за две вот в нашей семье принято за месяц и наверное где-нибудь в конце января или феврале и разберять как вам мои новые домашние штанишки купили в h&m там там тысячи рублей стоили прикольные такие прям тоже новогодние хотя хотел наверно красные но очень уютненько смотрятся тогда домашние штанишки я кстати безумно буду рад если вам понравится идея влог декабря потому что много подписчиков присоединилась за этот год и блин я вам скажу что это тоже чудесная такая тема снимать весь декабрь потому что блин это наступление нового года это просто чудо какое-то вот и надеюсь что вам понравится и вы будете оценивать мои видео так что давайте не жмитесь и пачка наверх вдавите поддерживайте меня каждый день то что могу заболеть могу не заболеть лучше конечно не заболеть настроение хорошее настроение плохое но в любом случае каждый день я снимаю влог а сейчас мне нужно открыть какое-нибудь видео для вас у меня тут видите в загашнике еще три обзора точнее но два на наушники один на плеер еще одна игрушка как вы любите но ребят надо вытерпеть потому что как бы дело такое работа все дела так ну и все в загашнике больше нету ничего вот буду снимать влоги и наверное все на может там в конце декабря еще пару обзорчиков сниму ну что наверно про колоночку откроем с вами геймпад уронил насчет тайма ну вообще протяженности влогов ничего не могу вам сказать это может быть как и 10 минут это может быть 15 минут возможно первые минуты будут насыщенные чтобы одна часть и посмотрела кому-то не нравится слишком долгие долгие болтания что-то еще по-разному будет может влог будет и полчаса хрен знает как пойдет звездные звездные свинки давайте штурмуйте вперед взять или что полночка у нас такая милая ты такая волосатая жопка таки у нее здесь эти завихрения при том они никак не расчесываются вот у нее как заложено генетически здесь такую ну да 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 здесь второе здесь третье она пойдет она у меня там все дела чего ты надо притвориться мертвый чтобы меня никто не съел пин все короче полностью зверинец тебя не кстати бег их не любят вообще ничего не любит так и что это морские свинки вы боже мой хоть можно делать чего так вот тихо теперь такой и спасите меня пожалуйста все беги все все молодцы отработали а ну-ка куся сидеть лежать дай лапу молодец вы видели как она команда выполняет промоще супер ты да невозможно снять машку симку макросъемки только не ешь камеру о практически наверное ставлю себе задачу видите это прошлый год с 1 по 31 декабря просмотров ладно время просмотра понятно но намного важнее чем просмотры но даже не знаю стоит ли к нему стремиться но в любом случае будет больше просмотры в том году были в декабре 3 миллиона 672 в этом году не знаю но 4 миллиона мы сделаем ребят как вы думаете кстати вот такую тему я тоже не люблю типа зачем писать о том что отписываешься просто так и делается и все комментарии все проверяю так что в это вот смотрите я конечно понимаю что этом сказочный и тому подобное но надо держать себя в руках и вот так вот все немножко чистится объяснить это чем могу потому что адекватные подписчики которые смотрят которым нравится видео которые не знаю заряжаются энергии вот этой этой энергии заходит в комментарии написать чтобы что-нибудь хорошее они видят негативные комментарии может на них это тоже погодно влияет так что я стараюсь все матерные комментарии как бы удалять оттуда вот но все равно всех подписчиков и зрителей мы любим даже не боятся есть у нас одна такая кнопочка я уже показывал в икеи приобрели нажимаешь хопа и свет сам включается очень прикольная тема сейчас знаешь что хочу сделать в икее мы приобрели такую чугунную сковородочку она стоила где-то в пределах там 1700 рублей с надеждой на то что она будет служить долго но проблема чугунных сковородок в чем на мой взгляд тоже здесь изначально все нахер пригорает неважно сколько ты нальешь масло она добыть случае служить долго вот эти вот бабушкины чугунные сковородки это все круто а это типы новая ну вот у нас с ним большие проблемы высчитал ванной что ее нужно прокалить и намазать маслом а мы сейчас с вами эксперимент проведем вот смотрите сейчас мы ее поставим нальем маслице и пожаром одно яичко по непонятной причине там видимо что-то не так с чугуном почему так себя ведет что на нем все пригорает вот принципе для одного яйца масла достаточно сейчас увидите все пригорает потом кстати посмотрим результат в инете по запросу типа на чугунной сковородке все пригорает было написано что чувак тебе нужно купить морскую соль купил вот самую дешевую нужно положить ее на сковородочку все это минут 20 прокалить видимо я конечно не химик но если так подумать соль открывает может какие-то поры в этом чугуне и потом нужно смазать все это дело маслом и потом видимо эти поры закрываются и у нас на сковородке ничего не будет пригорать посмотрим так ли это назову этот влог эксперимент с чугунной сковородой удивительно ведь соль она какая она не белая как непонятно кремовая что стоило 40 рублей производится в испании но самое дешманское так ведь уже небольшой дымок пошел значит она нагрелась нам нужно взять ножичек яичко так но еще с любом случае все пригорит потому что уже проверено либо сейчас чувствую что ничего не перегорит не надо будет ничего делать масло здесь дохренища вот видите на везде так радио кстати до сих пор пользуюсь очень прикольная тема ну там диджитал не пользуюсь а вот обычно мотором пользуюсь о и мы же другая dance жду не дождусь когда в январе пойдем на концерт в москве так будет проходить и мои джин джэгэнс приезжают в россию есть посмотреть что происходит это на фикс случае туда поставлю берем все у нас поджарилась неудобно они тебя все получилось что-то противень до этого пригорала час не пригорают хрень какая-то ну ладно но и как сказал как только собрался так все будет работать двухсторонний обжарка яичко ну ладно блин сама придется проколить потому что это дело до этого не работало сколько раз жарили ничего не работало он сейчас остынет надо протереть и соли сюда высыпать пока у нас все это дело остывает на кофе ком побалуюсь прикиньте когда делал обзор такая хромированная поверхность здесь прикольно ну-ка фокус да я всем золотых кафед а компания называется кофетком вот это не просто кофе . ком а кофетком это название компании которые производят эти кофемашины вот уже много пользуемся каждое утро сейчас покажу сколько мы здесь всего сделали идет это можно посмотреть есть промывка кофе меню меню напиток температура информация должна быть так что там чуть видите или не видите вот информация хопа версия счетчик порции всего приготовили 378 из них наверное где-то 20 было на заводе приготовлены прикиньте сколько мы кофейка пьем 37 капучино 16 эспрессо эспрессо вообще не пьем лата тоже практически кофе обычно 137 я обычно себе завариваю молотый кофе 5 раз использовали пар это значит что мы сами пенку делаем промывка 7 раз было декальцинация 0 и все нужно скоро кстати будет чистить так все и не не назад нужно ребят выйти выход да пока заварюсь я капучинку то съездили в метро распродажа была по 160 рублей купили сразу четыре пачки потому что обычно тарелс тарелс стоит где-то 200 209 рублей а тут 160 обычно лыс я уже давно не ем это напомню что-то у нас кофе-машина вот кофетком и модель ница обзор такой штуки можете найти у меня на канале есть сейчас набивается у нас пенка и сейчас у нас будет кофеечек суда добавлен а если стаканчики купили к новому году обновили и киевские так ну где там кофеек давайте штанишки штанишки давай уже дейся о красоте как песочные часы так все готово я ее вымыл на сухо протер теперь нужно сюда высыпать вот эту соль здесь мать вообще такие гранулы есть типа камень что ли непонятно так нужно разровнять и типа прокалить минут двадцать было написано давно это надо было сделать вот так вот выглядит все это довольно таки странно как это хайзенберг прям какой-то эксперимент самом разгаре прошло где-то минут пять и я за полин нихрена тут она стреляется середина стала просто жесткой охренеть блин мне кажется это надо все дело закрыть это довольно таки опасно охренеть она пуляется блин мне нужна крышка а чуметь он меня испугало правда ничего не вылетает но она слишком громко пуляет ну да я же люблю там сварить редбул и что-то еще но никогда не жарил соль точнее она не жарится не знаю что она там делает но как-то она прям это крутотенюшка прям она вот здесь затвердела в серединке ну ладно пусть дальше так вот так оставлю на кстати включить а то воняет пипец этому городу нужен свой герой точно этому городу нужен свой герой типа им посмотри сюда тюб вниз прошло минут 15 давайте посмотрим что получилось ой соль уже черная стала мне кажется скоро пора выключать либо это соль хреновая пусть стоит непонятный пукорн получился соль почему-то здесь потемнело кстати вот теперь она разваливается и запах прям не очень прикольный либо это соли реально было хреновая так на теперь надо все это дело выкинуть и намазать сковородочку маслицем наверное сделаю так вот так вот на сковородка вот прям она еще посоли не знаю вот это блин эксперимент не надо было этого делать жесть прикольно ну ладно хочешь совсем охладиться все ништяк окей так теперь по идее нужно сделать я уже боюсь ничего там не будет конечно вот так нужно растереть так мы пока проходит все нормально натираю сковородку горячая вообще до ужаса и потом вместе с маслицем надо вот так еще минут на 15 оставить по идее после этого вообще ничего пригорать не должно ну конечно было написано что это самый вонючий этап потому что сейчас у нас тоже она прокаляется все масло по ходу будет впитываться или выгорать хрен знает чего надо включить вытяжку процесс идет и практически уже конец зато квартира теперь выглядит эпично ну-ка тюбань тюбань тюба лежишь такой отдыхаешь никто тебе не мешает и тут приходит начинает снимать блин ну чё ты меня снимаешь может свали уже я посплю что ему нужно не пойму его приходит ничего не дает гулять не идем что слова какие-то знакомые говорит мокрый нос теперь еще и в макро снимает тюбань тебе нужно картину писать даст хорошо немецкое качество чтобы не заболеть надо ходить в аптеке ну это не значит что можно просто ходить и ничего не покупать нужно чем-нибудь для профилактики покупать все-таки у нас нами за последнюю неделю это первый солнечный день как осень 28 28 ноября первый солнечный день ништяк в москве так еще снега настоящего практически не было он там выпал один день и растаял и вот что-то остатки от снега есть где-то там они виднеются хотя все еще он трава зеленая химическая задание на сегодня олька покупает себе фотик новый угадать какой g7x и у едем его забирать едем еще посмотреть свечки сегодня распродажа вчера была black friday и кстати очень много товаров было по скидкам как раз и g7x мы тоже заказали и сейчас едем на комсомольскую забирать на площадь трех вокзалов а потом еще за свечками или наоборот это дело не знаю какой большой прикольный песик нам степиком повезло и довольно таки удобный пес одной рукой взял перенес можно даже не гулять сам ходит на пеленку а вот таким большим сколько три раза в день отгулять но минимум два я еще охренел когда нету из перехода выперли диван с чем-то куда тащим прикольно выглядит наверное в икее прикупили блин на такой маленькой тележке вести столько много всего да и тяжелая к себе куда тащат получается летом выходные очень мало машин москве ну по выходным то что разъезжаются а вот зимнее время даже в субботу и воскресенье такие пробки нормальные бывают был этот чувак такси он уже смущает давно поворотниками вообще не пользуются много энергии что-то мне кажется проплаченного варта давно хотели зайти в магазин москва старком так красиво снаружи угреют проплачено вот пиара зашли кожу можно купить всякие штуки всякие штуки мне кажется но это вышло из моды но грелочку все хочется домой зимой прикольно 700 рублей стоит но хотел взять градусник чтобы температуру измерять вот так подмышку зажал и посмотрел 36,6 блин столько всего здесь разного ну нифига себе эта модель не такая как у нас у нас этим хотя да ван тач там присутствует прикольно размер такой же как у нас эти вот к следующему сезону наверное такую штуку надо купить специально для курицы надеваешь и оставишь она так жарится и вот рукавичку такую ну теперь-то я знаю где вот так как книжечка у меня есть тоже новая модель nissan mera приехали в атриум поставлю машину во дворах машина потому что в торговый центр сейчас очень много желающих и парковка стоит в принципе нормально там один час 100 рублей когда тебе нужно это нормально все пойдем пешком вот так вот у нас все стоят видите багажничек поднял следующий номерочек закрыл следующий номерочек закрыл вот так живем до выходной день народу вообще просто полно идем искать что-то по-моему бодишоп называется ботэмбоди воркс ням-ням о кстати нашли нам сюда смотри маленький можно или че средние свечи блин стоит на этой вот короче можно купить любые вообще две и еще две получить типа в подарок бесплатно сейчас будем нюхать единственному что-то ехали думали что они где-то 1200 1400 стоят вообще цены поднялись 1700 рублей получается 3 400 даешь и забираешь 4 свечки что-то может замешать с тем это вот думаю вот нормально 350 рублей средняя свечка дело в общем свечки мы не купили теперь едем дальше за фочком сталинская высотка а самое прикольное если вы смотритесь вдаль то увидите опять всем надоевшие извините конечно звездные войны видите сколько штурмовиков стоит чума приехали на комсомольскую припарковали машин где-то подальше типа с расчетом на то что здесь может не быть мест но как всегда закон подлости говорит нам о том что припарковали подальше а тут все свободно это платная парковка сейчас пойдем забирать фотик обладатель нового фотика вот теперь у нас будет качество одинаковое там уж хорош камера хорош здесь такое ощущение что вообще народу нету зато все нас пропускают идем вот в этот торговый центр там какой-то второй этаж что надо посмотреть записано обошли уже вокруг это казанский вокзал да нам нужен торговый центр казанский этого на второй этаж алкаса войти эта проблема потому что здание большое походу вот здесь нашли прям на кассах находится еще никогда не покупали парад на вокзале ну а кто виноват что здесь находится торговый центр вообще на самом деле стрёмненько выглядит мы реально на вокзале пищевой блок странная тема вот теперь воля тоже счастливый обладатель фотика ништяк но место стрёмное и магазинчик стрёмный теперь тут два ну да одинаковых фотика продавите на наклейки различаются раньше была наклейка вай-фай а теперь нету но с равно тоже сайкой все то же самое выезжаем с комсомольской едем в беляево сегодня решили поесть азиатской еды корейской так второе важное дело сделали второе дело удалось на сто процентов сейчас нужно сделать третье дело поехать поесть корейские еды видите от все придумывать план на день даже такой вот чтобы отдохнуть теперь смотрите у нас будет два видеоблогера с такими же фотоаппаратами вообще прикольно когда это в одной семье два фотика одинаково прикольно они подметают а все за ними едут типа пробка но даже дпс есть чтобы не обгоняли прикольно придумали зато смотри какая реальная пробка тоже задача выехать из центра но сейчас вот это надо тему отстоять впереди кремский мост слева у нас парк горького направо потом опять направо сейчас разворот на октябрьскую и там из москвы бы выезжать суббота вечер удивительно но все стоит на хрен нитфу спит в полной красе вообще на самом деле все помешались по звездной войны но я то это начал давно все все в звездных войнах а тем временем уже стемнело кстати нифига тут снега прикольно тут прям зима какая-то сейчас доедем уже будет вообще ночь я пофигу сану никого не спешу таксисты исполняют по тротуару блин еще их пропускают сюда бы еще стоп хам вот его чувак пропустил таксист вообще оборзевший такой жалкий закос под 7-11 но выглядит прямо это оригинал чё-то мы переоценили свои возможности едем уже часа полтора а может и час по ощущениям уже полтора очень странная тема на вот туда светофорда стоите налево едем наверное пять метров в две минуты выводить новую услугу типа вот такой вот бампер можно себе прицепить тюнинговать и в пробках всех расталкивать до двигать приехали наконец-то кимчи давно тоже не были месяца три-четыре точно здесь не тушь пробки постоянно свое так и не доедешь быстро вот прикол видите долго не были оказалось что переименовали теперь это не кимчи называется рис сейчас посмотрим может меня тоже изменили не то хотя нет все тоже самое осталось второе разочарование за ним ну что ребята то влог видите как ресторан изменился изменились вообще все блюда они подорожали во первых даже не значит выбрать раньше было такое блюдо прикольное рис с говядиной за 450 рублей вот раньше такие перемешки стоили четыреста рублей сейчас что все но времена такие печать мы возьмем одно как вот пивен пап попробовать тоже подорожал а я вот возьму обжаренную говядину с овощами но кстати прикольно что до сих пор приносят типа бесплатные закусочки они постоянно разно бывают а сейчас основное блюдо принесут большое должно быть наверно принесли еду смотрите вот это называется говядина с рисом и с овощами прикольно супчик еще в подарок а ульки разговаривают еще блюдо просто настолько горячие в этом камушке что она типа продолжает готовиться прямо здесь но порция в принципе не изменилась но овощи стали другие супчик все до сих пор подарок дают но за то ли тебя еще прям приходит тема горячая да я поем чайок пить к родственникам зашли закупиться и клер чеками прикольно такие магазинчики типа здорового питания мои клешки на вкусный мне кажется я так давно эклеров не ел вообще такого прямо что-то вкусного давно не верит продолжаем наше сегодняшнее путешествие выехали и встали в двух словах выехали и встали не знаю мне уже сегодня так пробки надоели и что-то стоит 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 все стоит создаем себе уже новогоднее настроение только снег не хватает поделиваем ну и смысл и мусоров подпиваем подпиваем милый мусоров может в мусоровозе Дед Мороз едет московский вариант ништяковые стоящие пробки и слушать новогоднюю музыку пшт 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 что у вас уже новогоднее настроение давайте делитесь в комментариях помните эту песню из откуда на один дома первая часть там где они вахтин танцевали с эти войти бесплатно раньше раздавалась по ходу сейчас тоже тоже можно бесплатно смотреть в хорошем качестве это называется поп-карнизм когда сфинкам хорошо они так друг за другом бегают прикольная тема накатались приехали домой уставшие голодные точно не совсем голодные но уставшие точно с временем сколько уже 10 часов вечера мы считает практически с 12 часов дня катались что ты решил вспомнить молодость помните такую песенку 99 год и мопед прикольно послушать ну и понятное дело что обзоры техники они собирают намного меньше просмотров но все это происходит потому что когда понятное дело заходишь в типа свою ленту нажимаешь подписки и дальше уже начинаешь что-то смотреть это хочется смотреть это не хочется смотреть и вот так вот и пошел ну видимо обзоры меньше вы хотите смотреть чем обычные влоги да по моему нормально обычная тема сейчас закину все быстренько смонтирую завтра вы это увидите не забывайте оценить это видео ждите завтра будет новый влог ну все волк декабрь продолжается ребят все спасибо что досмотрели пока пока